Устойчивый курс на экспорт взяла мясная отрасль региона. Наряду с Китаем, Азербайджаном и Вьетнамом белгородским мясом птицы заинтересовался Иран. В течение двух дней на базе предприятий области специалисты иранской ветеринарной организации изучали действующую в России систему контроля качества животноводческой продукции. И выяснили, что мусульманские стандарты халяль белгородским производителям вполне по плечу. Подробности у наших коллег из пресс-службы Россельхознадзора. В Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории к международным инспекциям привыкли. Ведь прежде чем дать добро на поставку продукции за рубеж, эксперты должны убедиться, насколько система контроля безопасности за выпускаемой продукцией в регионе соответствует международным требованиям. И референтный центр Россельхознадзора в данном случае является своеобразным пунктом пропуска. Это четвертая инспекция у нас в течение девяти месяцев. Требования одни. Уметь правильно исследовать продукцию, поступающую в лабораторию, согласно требованиям международных. Экспертов интересует все. Как производится прием проб, как они шифруются, на каком оборудовании проводятся исследования. Увиденным гости остались довольны. Я бы хотел, чтобы между Россией и Ираном сложились хорошие отношения. Ваши предприятия оснащены хорошим оборудованием для производства, а также соответствующим оборудованием для контроля безопасности. И на должном уровне организован лабораторный контроль со стороны Россельхознадзора. Два дня работы в Белгородской области для иранских инспекторов были очень насыщенными. Ни мороз, ни снежные заносы не помешали объехать фермы, перерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы, двух крупнейших в регионе производителей мяса птицы в Рокетянском, Валуйском и Веделевском районах. Надо заметить, что национальные традиции Ирана предъявляют особые требования к продукции. Она должна отвечать стандартам халяль. Для мусульман это своеобразный знак качества. В акционерном обществе Приасколя такая продукция выпускается не первый год и поставляется в разные регионы России и страны СНГ. На Приасколе еще есть эксперты халяль, которые присутствуют именно при забое, при упаковке, при потрошении этой курицы. Сейчас в год предприятие выпускает до 10 тысяч тонн мяса по стандартам халяль. В случае необходимости объемы можно увеличить. Такая продукция, например, уже поставляется в Гонконг. Предприятие имеет разрешение на торговлю с Евросоюзом. Но сегодня наибольший интерес вызывает ближневосточный рынок. Рынок Ирана для нас, естественно, тоже очень важен, поскольку все-таки численность населения в Иране достаточно высокая. Потребности в мясе птицы у них достаточно высокие. Конечно, да, есть определенные особенности производства такой продукции. То есть это традиционный халяль. Но, тем не менее, наши предприятия имеют и халяльные сертификаты, имеют возможность вырабатывать такую продукцию. Естественно, если у них будет возможность, они будут продавать такую продукцию. Не исключено, что в ближайшее время белгородская продукция появится и на иранском рынке. Тем более, что эксперты при подведении итогов работы оценили систему контроля за производством животноводческой продукции в России как эффективную и соответствующую высоким мировым стандартам. Светлана Запорощенко, Роман Ушатов, пресс-служба управления Российскостнадзора для телерадиокомпании «Мир Пелагутин».